В турецких отелях ажиотаж, в Финляндии появляются пугающие районы, в Грузии особенно доряжает вторичка. Об этом и не только в сегодняшнем выпуске. Прекрасные озера, густые леса, магазины с европейскими продуктами, санкционные сыры и все это неподалеку от границы. Можно Эх, были времена. Многие наверняка взгрустнут, вспомнив финское название имметра. Но я думаю, всем грустно. Как бы не доказывали финны, не рассказывали, что приезжие из России им не нужны, стоит посмотреть фактом в глаза. Россияне обеспечивали развитие приграничным финским городам, в том числе, разумеется, покупая там недвижимость. Теперь же имметра становится все более депрессивным местом. А недвижимость там дешевеет. Вообще, явление это не новое, просто в последние несколько лет оно стало более заметным. Цены в некоторых районах Финляндии не просто падают, они вообще вошли в режим крутого пике. Смотрите, за период с 2008 по 2023 год в Иматре жилье подешевело на 34%. И это не рекорд. В 300 километрах на северо-востоке от Хельсинки цены вообще упали на 40%. Из провинции люди едут в города, например, в Турку, Тампере и Хельсинки. Квартиры за те же 15 лет выросли в цене минимум в полтора раза. На национальном уровне депрессивные города и районы – это беда. Работы в малых городах нет, молодежь уезжает, страдают и собственники, активы которых резко обесцениваются. А желающих купить жилье даже за бесценок нет. В то же время муниципалитетам надо поддерживать в приличном состоянии школы, больницы, общественные пространства в конце концов. И что делать? Эксперты ХОС, крупного финского арендодателя, на днях предложили освободить владельцев недвижимости в депрессивных районах от расходов на ее содержание и создать так называемый «мусорный банк жилья», который будет предлагаться инвесторам. Правда, такой фонд уже 30 лет как существовал и закрылся этим летом. Толку от него особо не было, спроса, очевидно, тоже. Можно ли вообще этот вопрос решить? Делитесь мнением в комментариях. А мы продолжаем. Изменения в правилах краткосрочной аренды, внедренной в этом году в Турции, кажется, принесли плоды, озолотив главных лоббистов – отельера. По крайней мере, в Анталье. Загруженность местных гостиниц в сентябре более 90%. В Турецкой ассоциации профессиональных управляющих гостиницами ликуют. Напомню, под новые правила для краткосрочных контрактов попадает любое проживание продолжительностью до 100 ночей. Для получения разрешения на сдачу жилья туристам необходимо получить согласие от всех соседей по дому. Особенно ограничение ударило по владельцам вторички. Следовать правилам сложно, платить большие штрафы не хочется. Успех отельеров, избавившихся от конкурентов, оставляет все меньше надежд на смягчение законов. А ведь надежды были. Об этом и других срочных и важных событиях мы, кстати, рассказываем в нашем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. Ссылку оставили в описании. Цифры из Батуми намекают на вполне конкретную тенденцию. На главном морском курорте Грузии, по данным Коллиерс, средние цены продаж вторички в конце лета практически сравнялись с показателями в новостройках. Смотрите, 1119 за квадрат нового жилья и 1153 за квадрат ненового. За год обе цифры увеличились, но если первая всего на 1%, то вторая аж на 10%. Поскольку это показатели реальных сделок, конечно, не совсем корректно говорить о том, что недвижимость в Батуми подорожала именно на эти величины. Рост цен, он, конечно, есть. Просто уже не столь заметный, как годом ранее. Тогда жилье подорожало более чем на 10%. Точнее сказать, что рынок стабилизируется. Уже полгода каждый месяц продается примерно на 60 миллионов долларов жилья. Можно сделать и другой вывод. Иностранцы все чаще смотрят на вторичку. Ведь приезжие покупают относительно дорогие объекты, а общий объем транзакций в августе 2024 года на 16% больше, чем в 2023. В нашей традиционной рубрике «Объект недели» мы сегодня отправляемся на Пхукет. Престижный район возле пляжа Бангтау, жилой комплекс под управлением Рэдисон. Инфраструктура топового отеля. На что хотелось бы обратить особое внимание. Это объект не на стадии котлована и даже не на стадии строительства. Это готовые двухкомнатные апартаменты. Точнее, один апартамент площадью 67 квадратных метров. Продажа на вторичном рынке и показатели доходности 8% от аренды при росте цены почти в 5% за год в данном случае не теория и не прогноз. Это то, что уже подтверждено. В описании ссылка на конкретное предложение. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Здесь мы рассказываем о международной недвижимости и иммиграции. До встречи на следующей неделе. Добра и мира ваш дом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok